Здравствуйте! Вот сейчас как раз приехали с Твери, шли с сыном. Выступал он сегодня и увидели, что продается четвертый выпуск шахмат Властелин колец. Это четвертая фигура шахматная под названием Гэндальф Белый Слон. Гэндальф Белый Белый Слон. Сейчас только что купили ее, распечатаем и посмотрим, что здесь. Самим интересно даже. Мне ножницы не пригодятся потом, когда я распечатываю все равно. Так, держи журнал. Так, начнем с самой фигурки. Вот, кстати, на заднем фоне, если видно, там видны вот эти шахматные фигуры, которые стоят у нас три, и вот сейчас четвертая. То есть, вот в такой упаковке. Сейчас я распечатаю ее, взял ножнички специальные. Подожди, сейчас, сейчас, секундочку. В этот раз мне нужны ножницы. Да и в тот раз мне нужны ножницы. А, не, вот здесь скотчат, вот-вот-вот. В принципе, может, так... Ну, можно и так раз. Нет, лучше срезать его. Ну, первое. Да. Так, здесь все нормально. Можно было бы чуть-чуть сказать пару слов о Гэндальфе? Конечно. Сначала Гэндальф был серым волшебником. Попробуйчик, да? Он рассказывал о пяти магах. Два синих, один белый, это был Саруман, и был бурый волшебник. И вот после того, как Саруман предал свой священный орден, Гэндальф стал белым, потому что его избрал там, кто у них там, все вышли у них как бы. Ну, ясно. Это из фильма, да? Вот. Вот, сейчас покажем, ну, как выглядит сам. Гэндальфа вообще-то убили из-за его... Он был сначала серый, потом стал белый. Да, за его добрый поступок... Нет, он погиб в борьбе с этим... Но за это, за это ему... С демоном. Подземным там каким-то... Вот он такой вот. Прикольная такая фигурка, очень тяжелый. Демон пещер его. Назывался, да, с кем он дрался. Да, и когда он погиб, его за этот поступок, то, что он спас друзей, его сделали белым. Вот здесь, кстати, тоже есть написано. Информация о нем. Маленькая. Не о нем, а это как бы к шахмате относится что-то, какая-то информация. Фокус маленько не работает. Так, вот сейчас мы его поставим как раз уже на доску. Да. Вставь. Он должен быть рядом. Он должен идти после ферсии. Вот такой журнал. Вот это новый журнал. В следующем выпуске будет горлом. Вот. Следующая фигура. В пятом выпуске коварный хранитель кольца. Черная пешка. И это горлом. Вот она. Вот такой будет. Так, ну особо на журнале здесь не буду останавливаться. Тут же опять вот описание фильма идет. Там все как обычно. Описание сюжета. И вот здесь вот, да, еще какие-то ходы. И здесь даже показаны детали самой фигуры. Дальше белый слон. Это изучаем как белый слон. Плюс вот тут какая-то еще история шахматы есть. Да, она в каждом номерах. Но тут вот написано. Вот вы смотрите вот эту картинку, да, где сама фигурка. Тут написано неполное изображение. То есть фигурка либо будет, либо меньше, либо больше. Ну, скорее всего, меньше. Потому что рисунок, фотография фигурки слишком большая. То есть это для того, чтобы ее увидеть. Что такое вот это? В каждом номере, а в первом номере нам давалось два листочка, на которых мы будем приклеивать купоны. Вопрос зачем? У нас есть вот такая доска. Ну, нам ее как бы... Не хочется такой. Хочется получше. Да, нам хочется получше. Я бы сейчас достал бы, пока папа вам кое-что расскажет. Да сейчас не надо. Еще в шахмате. Ну, в общем, такой журнал. Ну, ничего тут такого нового нету, в принципе? Ну, в принципе, да. Кто смотрел фильм, тут вся информация... О фильме. Да, о фильме. Ну, информация полезная. Там кое-что будет полезно прочитать. Вот. Фигурка какая-то, что классненькая. Вот. У нас с папой мечта вообще. Да нет, не мечта. Мы загорелись. Желание купить. Загорелись. Вот она, сама доска. Вот она. Она, то есть, это металлическая гравировка, дальше деревянная гравировка. Вот, с фигурками уже, вот. То есть, рассказать о доске хотел чуть-чуть. Металлическая гравировка, деревянная гравировка с надписями. Там... Нет, видишь, видишь, написано. Вот, металлическая тут даже написано. Хорошо. Ну, все, тогда. Заканчиваем свое видео. Вот такой вот журнал. В общем, интересно будет. Будем дальше изучать шахматы, да? Ну, все. Всем пока. Потом устали, тоже с Твери приехали. Только сейчас будем вещи сгребать. Все. Всем удачи. Субтитры сделал DimaTorzok